Где я нагрешил так в прошлой жизни? Тебе полный или сокращенный список? Почему я должен настраивать этот диком уже пятый час? А я думал, тебе это удовольствие доставляет. Несказанное. Ты разве не смотрел последний вебинар компании OCSoft? Он как раз был про новый пай-коннектор 4PC UA, и диком настраивать больше не нужно. А мы можем этот коннектор у нас поставить. Да, я как раз его только что скачал. Давай вместе прямо сейчас и поставим. Ну что, запускаем установочный файл. Все остальные пререквизиты у нас на машине уже установлены. По умолчанию нам предлагается порт 5460. А его можно поменять? Конечно, можно использовать любой доступный порт. Выбираем сервисную учетную запись, которая будет запускать службу коннектора. Выбираем директорию для буферизации, создадим тут папку, после чего устанавливаем пай-коннектор. И всё? Ещё нет. Сейчас нужно добавить пользователя, то есть тебя, в группу пай-коннектор администраторс. После этого начнётся самое интересное. Ну, наконец-то. Пошли уже запустим сам коннектор. Давай, вводим твои учётные данные. Кстати, обрати внимание, что ты, как пользователь, должен иметь права на просмотр и чтение данных с OPC UA сервера. Вот, у нас открылась страница администрирования коннектора. Так это теперь здесь настраивается? А где же пай-ICU? Да, смотри. Сначала настраиваешь подключение к серверу Data Archive, указываешь имя сервера и его IP-адрес или имя хоста. Пишет Disconnected. Да, коннектор у нас сейчас не запущен. Давай это сделаем на главной странице. Вот, всё и готово. Теперь настроим подключение к F-серверу. Укажем саму базу данных для модели. Теперь настроим подключение к источнику. О, боже, только не диком! Спокойно, спокойно, всё гораздо проще, чем с интерфейсами. Смотри, нужно настроить подключение к локальному или удалённому OPC серверу. Он у нас находится на другой машине, вот в адрес. Вводим его сюда в поле URL. После мы нажимаем Discover Available Endpoints, чтобы посмотреть доступные сертификаты для подключения к серверу. Так тут можно любой выбрать? Для тестов будем с тобой использовать non-non-binary. А в реальной жизни оси-софт рекомендует использовать последний в списке – Sign&EncryptBasic. Он надёжнее. А мне нужно здесь ещё раз вводить моё имя пользователя и пароль? Нет, в нашем случае второй раз вводить не нужно. А что это за поле такое? Root, ну дайди-с. А, вот это интересно. По умолчанию это поле пустое. Если его не заполнять, ты выгрузишь все данные со своего источника, то есть с OPC сервера. Если же ты хочешь ограничить выборку, то процедура следующая. Открываешь бесплатное стороннее приложение, которое называется UA-эксперт. Оно работает по принципу PIE OPC клиента. Сначала настраиваешь подключение к OPC серверу, выбрав нужный сертификат. Затем определяешь, какие именно данные тебе нужны. Ого, это же список всего нашего оборудования. Да, давай я тебе покажу, как работает root-нодай-дис на примере нашей второй установки кондиционирования воздуха. Давай. Итак, в поле root-нодай-дис тебе нужно указать комбинацию двух параметров. Namespace Index и Identifier. Затем нажимаем кнопку Export Available Type Definitions и выгружаем файл с метаданами для интересующей тебя выборки. Мы выгружаем этот файл, чтобы еще раз все проверить? Именно. Когда все проверишь, загружай его обратно и сохраняй. Проверь еще раз на вкладке Overview, что все зеленое и все работает. Ну вот и все. Теперь давай проверим результат. Да ладно. Структура и теги созданы? То есть совсем без дикома? Ну, давай проверим сначала AF, чтобы ты убедился. Открывай PySystem Explorer и сам смотри. Действительно, в иерархии появился элемент OPC UA. А вот и наша вторая установка кондиционирования со всеми атрибутами. Так, теперь проверяй дата аркайв. О, точно! Вот список тегов для второй установки кондиционирования. И значения обновляются. Ну вот и все. Теперь тебе придется действительно работать, а не оправдываться тем, что ты настраивал диком. Субтитры создавал DimaTorzok